Приветствую всех детей старше 16 лет, которые так же, как и я, с таким же увлечением играют в машинки. Ну и так же сочувствующих, неопределившихся, колеблющихся и так далее. Мы давно просто не говорили с вами просто о машинках. И вот сейчас, мне кажется, как раз опять время это сделать. И коллега тут мой по авторевью, Игорь Владимирский, вернулся с тест-драйва автомобиля Opel Mokka. Это такой компактный кроссовер, конкурент таким машинам, как, например, Suzuki SX4 и Nissan Juke. И он написал в своем материале про это, что это фактически такой приподнятый Opel Corsa по цене Astra. То есть машина дороже, да, она с чуть большим дорожным просветом, именно чуть большим. Она выше, но в принципе, зачем это все в городе? И я хочу задать вам этот вопрос. Зачем вы покупаете кроссовер, уж не говоря про внедорожник или пикап, а есть же люди, которые на пикапах ездят в городе. Зачем вы ездите на этих машинах по асфальту в городе? Довольны ли вы своим выбором? Что вы можете посоветовать? Потому что на самом деле доля кроссоверов и приподнятых машин с увеличенным дорожным просветом на нашем рынке растет. И на нашем рынке, и там, скажем, в Штатах, и на других рынках есть такая тенденция. В Европе там посложнее, мы об этом поговорим, но тем не менее есть. И вот покупать высокую машину, и если покупать, то зачем? И что важно? Важен ли полный привод? Важен ли реальный дорожный просвет? Потому что вот Игорь Владимирский, когда он первым делом, он под мокку полез, начал измерять как раз клиренс. И выяснилось, что в принципе он сам по себе, дорожный просвет, неплохой, но там висит под передним бампером пластиковая губа, очень такая низкая, которая фактически, если ее не отрывать, то сводит дорожный просвет до абсолютно легкового уровня. Да, есть, мы сколько вот в интервью, мы же проводим собственные испытания, измерения. И очень часто мы вот берем кроссовер, машина вроде большая и высокая, а на самом деле от асфальта до самой нижней точки или кузова, или бампера, или подвески и так далее, ну где-то там бывает 13 сантиметров, 14 сантиметров. Это совершенно обычная легковушка, просто которая выше. Так что, пожалуйста, звоните в студию 6510996, код города 495, естественно, или пишите на сайт сообщения finam.fm, сайт. Как мне кажется, вопрос такой, он как бы, ну, непраздный, да, потому что кроссовер дороже, понимаете? И вы, то есть даже сами автопроизводители всегда говорят, что это так называемый более высокомаржинальный продукт. То есть они на нас с вами зарабатывают больше, продавая кроссоверы, чем нежели мы покупали бы обычные хэтчбеки, обычные универсалы. Вот сейчас Наталья Медлина в эфире такой вот, да, яркий манифест любительницы кроссоверов, она ездит на Кашкае, произнесла. В принципе, то есть понятно, что ей на самом деле нужен кузов типа универсал, и ей нужна иллюзия безопасности и хороший обзор. Ну вот вопрос, да, иллюзия это или нет? Давайте попробуем, послушаем, что скажет нам Сергей. Сергей, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, вот уже не первая машина, беру с высоким просветом, была первая Grand Vitara, еду на пикапе L200. Вы знаете, пересел с верховушек, с низкого вот этого посадочки, после того, как несколько раз влетел в Москве в большие, очень хорошие ямы, которые ничем не были обозначены. Вот, бордюры, ямы и все остальное. И понял, что, в принципе, вот даже в Москве ездить на обычных лесовушках, кстати, по затерках, очень опасно. Ну это правда, дороги, да, дороги плохие, но смотрите, сейчас дороги вроде как, тфу-тфу-тфу, да, постучать там по голове. Я могу назвать пять ям, которые я только что проехал, где ребята на низком посадочке проезжали еле-еле, создавая пробки. А знаете, что я вам скажу? Очень, вот, как правило, ямы, на ямах страдают те легковушки, у которых просто плохая подвеска. Я езжу на автомобиле Mitsubishi Lancer Evolution с очень жесткой подвеской и очень низким клиренсом. У меня 11 сантиметров. И те ямы, которые люди на обычных машинах с валкой-подвеской такой, с мягкой, проезжают шепотом, я просто, да, просто проезжаю, не замечаю. Я понимаю, да, но вот яму, например, в Выбойну, которая была на третьем трассе, в том кольце, такая реальная яма, какая-то с леса уходит даже у внедорожника. Боже мой, на третьем кольце, а где там яма-то? Была там ямка в районе Волгоградского проспекта. Обалдеть. Да-да-да, ремонтировали прямо на ходу. Тот же самый мост через Москва-реку, сейчас Ангруповский, который ремонтируют, там же вообще нереально. Я подпрыгиваю, ребята делают на маленьких машинах, но сейчас нет все. Потом еще один момент. Полный привод, именно нормальный полный привод, значит, колеса зимой дают возможность очень себя комфортно чувствовать на стойской дороге. Абсолютно, с Вами согласен. Сергей, а вот Вы ездили на L200, да? Это Mitsubishi пикап. А, и сейчас ездите, да? Да. Вы, и там есть возможность, у Вас суперселект трансмиссия? Да, суперселект, да, полный суперселект. Вы ездите в постоянном полном приводе или на заднем? Там есть возможность выбирать? Я еду на заднем приводе, потому что погода мокрая, и нет смысла на полном приводе жить, если не так дорогой сейчас. Ну, не так скользко, да? Так скользко, да. А зимой? Подключал, уже подключал. Вот его на этот межсезон уже включал, и мне, в принципе, ну так понравилось более-менее. Ехал на все сезонки коттешные. Ну да. А почему пикап, а не, скажем, тот же там Pajero Sport? Ну, по Pajero Sport не помещаются габаритные грузы, у меня небольшой пикап. А, все. То есть вам пикап нужен для работы еще, да? Ну, в общем-то, да. У меня сейчас две машины, Suzuki и пикап. И аквариумом, чем я занимаюсь, я перевести на Suzuki, а приходится, ну, не приходится, а в Перу и там, там-то, да. Сергей, понятно, спасибо большое. Тут вот все четко, как бы, да, человеку тут нужно и, так сказать, для работы все это. И четко сформулировал, дороги действительно, даже в Москве, увы, да, это проблема. Давайте послушаем, что нам скажет Милан. Милан, здравствуйте. Здрасте. Здрасте, здрасте. Знаете, я соглашусь с предыдущим товарищем, касаемо дорог и ям и так далее, и чуть-чуть не соглашусь сам, вы говорите с вами, потому что вы говорите, что у вас план революции. Знаете, у нас в семье две машины, у меня вольво, у моей супруги Audi Q5, на которой я в данный момент сейчас рассекаю по Москве, и я могу сказать, что... Алло. Да, да, слышим вас. Да, 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 могу сказать, что на своей S80 я, к сожалению, мне приходится выезжать на Москву, я в одну прекрасную весну пробил себе и колесо, и диск у меня треснул, поэтому не знаю, что насчет ответственности, ну, не судил. Наверное, лично дело каждого. Насчет полного привода, знаете, абсолютно согласен, что это крайне полезнейшая вещь в этом климатическом регионе. Я долго спорил с своей супругой, пока у нас не было Q5, насчет ее просьбы и желания именно купить эту машину, и я ей убеждал, что зачем полный привод, кому он нужен, прекрасный передний, все здорово, все замечательно. Но, честно, меня вот сейчас, у нас маленький ребенок, она мало ездит, но у меня сейчас так тяжело вытащить ее из ее машины, то есть у нас волю просто проставить, потому что я понимаю, насколько это удобно. Ну да, ну да. Плюс высокая посадка, безусловно, это плюс, реально, я как бы, я, с этим, наверное, сложно спорить, потому что ты видишь заранее, да, какие-то обстановки впереди, и ты можешь заранее... Абсолютно. Я точно знаю, что следующая машина, мне, собственно, свои Volvo, я точно поменяю на что-то полноприводное. Хотя, наверное, да, я вспомнил себе какому-то тоже кроссоверу, небольшому джипу, но кроссоверу, но как бы два кроссовера в семье, я не знаю. Чересчур, да? Ну да, 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 это, наверное, лишнее, потому что для того, чтобы как-то, ну не то, что лихо ездить, но чтобы как-то шустренько, да, ну, из класса эволюции вы понимаете, о чем говорите, да? Конечно, 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 ну, вытворять такую езду на кроссовере сложно, поэтому, как бы, всегда на кроссовере, наверное, оптимальная ситуация, если есть возможность, да, и есть маленький ребенок, то это здорово. Милан, спасибо большое. Понятно, да, вот смотрите, пока все за кроссоверы, да, и понятно, о чем все говорят, какие плюсы приводят. В принципе, то же самое, что говорила и Наталья. Продолжим после новостей на Финамофа. Бананы, видите, могут подешеветь, а автомобили вряд ли. Автомобили у нас продолжают дорожать, и кроссоверы, и внедорожники, как мне кажется, дорожают опережающими темпами, потому что на них есть спрос. Вот об этом и говорим. Почему мы выбираем именно машины с повышенным дорожным просветом? Прямой телефон студии 6510996, код года 495, и давайте послушаем, что скажет нам Елена. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да. Да. Вы на чем ездите? Я езжу на внедорожнике, был опыт вождения, естественно, из седанов, различных машин и кроссоверов, но как-то вот душа лишит больше к внедорожнику, потому что зима в Москве бывает больше трех месяцев, снег у нас убирают не очень хорошо, парковка, возможно, сугроб, и оттуда также можно легко выехать. Ну и плюс возможность спокойно ездить за кольцо в Подмосковье, где тоже дороги не всегда чистятся. Ну, плюс к этому еще наличие большой собаки, которую можно поместить в багажник. Вот основные как бы причины. Ну, смотрите, есть же большие такие вот универсалы, например, да, типа Subaru Outback, типа Volvo Cross Country, там тоже полный привод, там большой багажник. Ну, моя машина это Land Rover Discovery 2, и все-таки согласитесь, что багажник у нее больше, чем Outback и у всех остальных. Нет, я думаю, сравним, абсолютно сравним и по литражу, и по удобству. А, кстати, о собаке, вот у нас, например, в семье собака пожилая, и ей тяжело запрыгивать в багажник кроссовера, потому что там погрузочная высота выше, а у никого меньше. Ну, в семье, да, я сама свою подсаживаю просто. Вот-вот-вот. А был бы универсал, сама бы запрыгивала, понимаете? Ну, я с вами не соглашусь, потому что, как я уже говорила, были разные машины, и вот как-то вот не очень хорошо собака себя чувствовала в багажнике таких машин, потому что здесь в Discovery много места для него, он может развернуться спокойно, там сесть, лечь и так далее. Ну, и плюс его можно загрузить всяким шмотем, который можно отвезти на дачу. Ну да, ну да. Discovery дизельный или бензиновый? Дизельный. Хорошо, нормально все? Да, слава богу, пока не жалуются. Хорошо. Лена, скажите, пожалуйста, вот представим себе такую гипотетическую ситуацию. В Москве навели порядок, в Москве убирают снег, и просто сугробов нет, куда там, да, куда, на которые надо парковаться. Более того, нельзя заезжать на бордюры, потому что полный вот порядок с парковками. Ага. По-прежнему будете покупать в Discovery? Вы знаете, по-прежнему одна машина будет в любом случае Land Rover Discovery, или там, может быть, если ситуация позволит что-нибудь получше, да. Но я вам отвечу на этот вопрос таким образом. Я когда выезжаю за границу, то я с удовольствием езжу на маленьких лесковых машинках. Вот. И меня ничего не смущает. Вот. А вот если мы... То есть сейчас, конечно же, только начало, но мы видим некое, значит, желание властей, ну, приблизить Москву к западным городам. И вот если вдруг у нас в Москве, во всяком случае, будет Европа. Понимаете? Да, я думаю, что смена машины будет произведена однозначно. Единственное, когда вот предыдущий оратор, по-моему, не предыдущий, а через два, Наталья говорила, что она выезжает за город на выходные. У меня та же самая история. То есть вот тогда, да, тогда будет браться большая машина. А по Москве, по Москве лучше взять какую-нибудь маленькую, потому что и кушает она меньше. Да, 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 и парковать легче. Это уже все чаще и чаще становится основополагающим таким фактором, правда? Да, однозначно. Елена, спасибо большое. Спасибо. Вот. Да, да, да. Есть все больше и больше любителей кроссоверов и даже внедорожников, потому что диско — это настоящий, конечно, внедорожник. Это даже, в общем, его и кроссовером так не назовешь. Давайте послушаем Ивана. Иван, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Здрасте. Вот тут все люди говорят, что кроссоверы, джипы, внедорожники. А что насчет высоких седанов? У меня, например, Renault Velsatis, если вы знаете, такую очень интересную машину. Да, слушайте, это же... Замечательная. Ну, вы уникальный человек. Таких автомобилей очень мало в России, да? И мне лично, мне Velsatis, в общем-то, нравится. Да. Да, очень интересная машина, очень большой багажник, гораздо больше, чем у Suzuki Grandsitara, моего отца. Угу. Вот. Высокий просвет, где-то около 16 сантиметров. Потому что если поставить еще крупные колеса, не низко профильной резиной, а более широким, то можно любые в яму влетать, не боясь за то, что подвеска, за колеса, просто машина замечательная. И вот недавно, буквально на ноябрьских праздниках, я ездил в Белоруссию, я за три дня проехал 2300 километров. Угу. Это, кстати, Velsatis не седан, а хэтчбек. Ну, это и не хэтчбек. Это хэтчбек. Это и не седан, но это и не седан, и хэтчбек. Это точно не седан. Давайте с вами, да? Седан это автомобиль с отдельным багажником, да? Который отделен физически. В принципе, да. Прогласен. Конечно, конечно. Это можно спорить, хэтчбек это или универсал, но это двухобъемная машина. Вот. Но, действительно, это не кроссовер, просто Velsatis это удивительный автомобиль. Он был сделан еще в то время, когда, помните, был авантайм такой, Рено Аван Тайм? Да. Очень красивый автомобиль. Да, это был приемник такой. Да. Вот. Он был сделан тогда, когда французы очень амбициозно относились к своим большим автомобилям. Он был таким флагманом. Да, у меня как раз 3,5 литра 249 лошадиных сил. Прекрасный ниссановский двигатель, да? Айзиновская коробка. И, мне кажется, эта машина очень сильно недооценена была миром и рынком. Вот. И я вас поздравляю с тем, что вы не побоялись взять, потому что эта машина-то не дешевая, в общем. Ну, в принципе, нет. Если брать подержанную, то у меня она обошлась за 400 тысяч. А вот подержанная, да, это просто подарок, понимаете, просто подарок какой-то, да? Такой автомобиль с такими, там, сидения какие-то там фантастические совершенно, да? Кресло, не сидение, а кресло. Кресло, кресло, да, с такими сгибающимися спинками, да, ну, в общем, прекрасно. Иван, я вас поздравляю, вы нетрадиционно мыслящий человек, и вы сделали вот выбор как раз такой, который может... То есть это вот как раз Вельсатис, это достойная альтернатива, легковая альтернатива кроссоверу. Да? Да. Иван, спасибо. Правда, конечно же, таких машин очень мало, как Вельсатис, и опять-таки, повторюсь, рынок в целом не принял эту машину. Это для Рено был абсолютно провальный проект, абсолютно убыточный. Машину даже во Франции очень плохо покупали. У нас в России там какие-то, может быть, только сотня машин или чуть больше была продана. И сейчас эти автомобили, кстати, продаются с небольшим пробегом за смешные цены. И вот если бы мне был нужен там переднеприводный, просторный такой полууниверсал, полухэтч, я бы, конечно же, наверное, рассматривал Вельсатис в качестве такой, да, покупки. Давайте послушаем Максима. Максим, здравствуйте. Доброе утро. У меня автомобиль Ниссан Мурана. Я, честно говоря, этот автомобиль у меня, скажем так, в истории уже четвертый, получается. Я очень доволен. И помимо вот всех тех, собственно говоря, вещей, которые перечислили предыдущие люди, там, ну, нечищенные дороги, какие-то возможности дополнительные. Ямы. Которые предоставляют, да, ямы и так далее. Хотел бы отметить, во-первых, совершенно, как я могу сказать, танковое движение. Нет, то есть ты, вот, по крайней мере, на трассе я себя ощущаю просто как, я не знаю, кометой, которую не сдвинешь вообще с дороги, потому что машина на всех своих колесах держит дорогу хорошо, и крейсерская скорость там в 140 у нее не ощущается вообще, в принципе, никак. Как сравнить, там, с бренд Китары, который я имел удовольствие пилотировать. Да, а второй момент, в частности, он очень полноцкая и меня радует. Машина, в силу того, что высокая, я сиденья, скажем, выкручиваю совсем высоко под крышу практически. Очень хороший обзор в плане над крышами легковых автомобилей. То есть, образно, когда ты выезжаешь из переулка, и обзор у тебя получается глухой, в данном случае я себя чувствую удобнее, потому что, соответственно, я могу видеть поверх, есть ли там какое-то движение или нет. То есть это, будем считать, активная безопасность, да, потому что если вы видите дальше, вы, соответственно, лучше прогнозируете ситуацию. — Я бы сказал, что это лучшая обзорность все-таки, но сейчас с безопасностью там, не знаю, вот обзорность лучше. — Обзорность, Максим, это составная часть, не самая главная, но важная, активной безопасности тоже, да? — Тогда я соглашусь. — Конечно, конечно. Другое дело, что если все начнут ездить на кроссоверах и на высоких машинах, то у вас уже не будет такого преимущества, понимаете? — Я понимаю, но, скажем так, в текущих реалиях получается, что у меня определенное преимущество есть. То есть у нас седанов, хэтчбеков небольших все-таки достаточно много. — Ну да, ну да. Правда. Максим, спасибо. Ниссан Мурана, да. Еще один такой, да, любитель кроссоверов. Действительно, ну давайте мы, наверное, со следующим звонком мы подождем до после новостей, которые скоро будут. А пока сформулируем, что четко выявляется, ну, собственно говоря, как мы предполагали, да? Это обзорность, это подвеска, приспособленная для тяжелых дорог, это преимущество кузова типа универсал, и это все-таки, конечно же, проходимость и полный привод. Но вот мне интересно, мы поговорим об этом после новостей, почему люди выбирают переднеприводные кроссоверы. Ну, внедорожников-то, понятно, переднеприводных нет, да? А вот такая машина с передним приводом. Вот насколько такая концепция имеет право на жизнь? Она, безусловно, имеет, потому что все это началось со Штатов, и там все это дело процветает, и приходит сейчас к нам. Ну, вот на сколько, да? Поговорим, а пока новости. Кроссовер, внедорожник или легковушка? Вот дилемма, которую мы решаем, и пока, честно говоря, все звонившие в студию, все говорят однозначно, все голосуют за автомобиль с повышенным дорожным просветом. Звоните, голосуйте вы 65 10 9 9 6, код года 4 9 5. А пока послушаем, что скажет Михаил. Алло, здравствуйте. Здрасте. Ну, вы знаете, я, наверное, больше предпочитаю легковые автомобили. О, наконец-то! Добро пожаловать! Первый человек, который позвонил в студию, да, любитель легковушек. Спасибо. А, вы знаете, я ездил на Subaru Outback. Так. Это действительно очень шикарный автомобиль, большой. У меня тоже две собаки, два лабрадора. Я ездию со спокойной душой. Угу. Что могу сказать по поводу внедорожных качеств? Да, когда попадает снег, естественно, меня это сильно не тревожит. Вот, припарковаться можно точно так же где угодно. Это, конечно, огромное спасибо полному приводу. Да. Вы знаете, вторая машина в семье Smart. О, вот это да. Куда надо поехать с супругой вдвоем в город? Незаменимый автомобиль, потому что припарковаться можно, ну, практически везде. Эту машину я действительно паркую всегда возле подъезда. А зимой тоже ездите на Smart? Да, да. Не заносит ничего, он же коротенький, он заднеприводный, это же вообще. Вы знаете, не только зависит, как говорят, что сидит между рулем и сидением. Это правда, это правда. Безусловно. А у меня супруг ездит на Smart зимой, и я хочу сказать, что ей очень даже неплохо ездит. Круто, круто. Я иногда катаюсь. Ну, по поводу больших машин, у меня был джип, он был джип Grand Cherokee, VJ кузов 4.7 двигатель. Вы знаете, это очень хороший автомобиль. Но, честно скажу, просто так кормить столько лошадей в пробках, а мы, к сожалению, ездим в Москве в пробках. Да, да, да. Но это не нужно, просто не нужно. Конечно, конечно. Когда я пересел на Subaru, поверьте мне, Subaru гораздо как и дешевле, так и надежнее, так и, ну, я не знаю, это тот автомобиль, который вот сейчас рассматриваю замену, но только на более новый кузов. Тоже Outback, да? Да, тоже Outback. Да, да. Звонили, да, и говорили, для многих высокая посадка и лучшая обзорность это существенно. Вот для меня, например, не очень, для вас тоже, да, но есть люди, которые думают иначе. Ну, пусть себе купят грузовик и сидят еще выше, но тут можно рассматривать именно в таком, если хотят высоко сидеть, но можно купить, я не знаю, какой-нибудь Minivan, да, да, там тот же Volkswagen. А он некрасивый, а Minivan уже некрасивый. Мультиван некрасивый. Ну, я бы тоже позволил. Мультиван он слишком большой уже. Михаил, да, спасибо, спасибо. Вот, смотрите, очень интересная концепция. Во-первых, первый, наконец, голос в защиту обычных легковых автомобилей, в защиту, в частности, универсалов полноприводных. И очень интересно, такая вот концепция, в семье две машины, одна просторная для семейных выездов, а вторая Smart, микроавтомобиль Smart. Это такая штука, коробчонка, длиной менее трех метров, которую действительно зато очень просто парковать в Москве. Вот, мне кажется, чем дальше, тем такая концепция семейных автомобилей будет более и более интересна. Давайте послушаем Михаила. Еще одного Михаила. Да, здрасте. Алло. Да, да. Слышим вас. Здравствуйте. Меня зовут Михаил. Я езжу на большой машине, на внедорожнике. Так. На каком? На Паджаро Спорт. Угу. Могу сказать, что это вынужденная мера, ввиду моего страстного увлечения охотой и рыбалкой. Нет, ну все, нет, видите, все, охотники, рыболовы, это святое, это естественно, да? Нет, ну святое понятно, я хотел сказать немножко другое, что это, мое мнение такое, что это абсолютно целевой автомобиль. И вообще вот все вот эти дорожники, рамники с рамами, это целевые машины, которым в городе особо делать нечего. Абсолютно точно. И вопрос, что вы немножко ранее там обсуждали, гипотетическую ситуацию, что если в Москве все будет хорошо убрано и не будет снега, я думаю, просто этот вопрос вам гораздо шире. И многим людям нужно выше сидеть не для того, чтобы обзор был лучше, а это им нужно психологически. И, к сожалению, ввиду нашего менталитета российского, даже уборка хорошего снега в Москве не поможет. Ситуация, чтобы все снедорожников с больших машин пересели на, ну как в Европе. Ну я хочу сказать, что в своей большой машине я в городе откровенно мучаюсь. Я очень часто краду у жены ее маленький, ну тоже кроссовер, но маленький. СX-4, точнее даже, наверное, не кроссовер, но и СX-4. Ну все, нет, это кроссовер, конечно, он просто маленький, но тоже это дело. Вот приходилось одно время очень часто по работе ездить практически везем по Москве. И в этот период я сразу с женой договорился, отдал ей свою большую машину, она не часто ездит. Да, 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 да. Я ее забрал и чувствовал себя очень великолепно. Абсолютно точно, абсолютно точно. И хочу сказать, что если бы мне, допустим, позволили мои финансы, я бы этот пожароспорт оставил бы в сторону и для себя тоже взял какой-то седан. Ну то есть маленькую машинку, потому что СX-4 все-таки это тоже кроссовер, он тоже приподнятый. А дорожный просвет-то у него на самом деле небольшой, мы же с вами понимаем. Ну небольшой, да, но тут вопрос с парковками. Допустим, сейчас в Москве, к сожалению, проблем не только с уборкой снега, а еще со строительством новых микрорайонов, которых проектируют так, что там машину поставить негде, приходится стоять на бордюрах. Да, да, да. То есть поэтому, конечно, маленькая машина, но желательно, чтобы просвет был упал. Да, с дорожным просветом, да. Спасибо, спасибо. Спасибо. Да, видите, как многое упирается, конечно, в наши неидеальные московские, российские реалии. И очень интересно спроецировать, конечно, ситуацию на гипотетическое будущее, когда все это будет решено. Будет это решено, там, да, это другой вопрос. Давайте примем еще звонок. Антон. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот хочу сказать поддержку кроссовера на голос. Так. В прошлом году купил себе Театт, Альтэ, Афри Трэк. Угу. В общем, могу сказать, мне кажется, одна из самых лучших, наверное, машин для Москвы. Это правда. Кстати, это очень редкий автомобиль, его очень мало покупают. И мы в авторевью всегда, когда его испытывали, говорили, что вот, да, такие автомобили недооценены рынком, да. Угу. Вообще, у нас, как в России, такая забавная конюшня получилась. У меня, Альтэ, Фритрэк, у жены тоже любится. В общем, все очень любим Театы. Ага, ага. Могу сказать, вообще машинки хорошие для Москвы. Да, да, да. Но смотрите, вот дорожный просвет у Фритрэка на самом деле абсолютно легковой. Он же небольшой. Согласен. А зачем же тогда? Вот что вам нравится во Фритрэке, да? Это же фактически, ну, такой полноприводный однообъемник. Считайте, правда? Да, ну, да, знаете, как я в него сел. И не дешевый, кстати, он не дешевый, да, правда? К сожалению, да. Это миллион, сколько, миллион двести, наверное, да, миллион триста? Ну, где-то так, да. Да, ага. То есть за эти деньги вы могли, прошу прощения, вы могли бы, там, скажем, купить, там, тот же Тигуан. Абсолютно. Который такой, да, у него уже и больше дорожный просвет, и у него, так сказать, там, какие-то внедорожные свойства. Лучшее. Но вы предпочли вот такую машину. Почему? Я, честно говоря, рассматривал Тигуан как вариант. Да. Но вот про него я слышал очень много негативных отзывов, там, про его ламуфисти и так далее. Вот почему-то, почему-то вот в итоге склонился к этой машине. Ну, странно, потому что Seat это тот же Volkswagen. Это, в общем, они, эти машины сделаны из одинаковых совершенно, из одних и тех же компонентов. Не знаю, может быть, чисто визуально больше понравился. Он такой веселый, мне кажется, выглядит. Это правда, это правда, да. Вот, ну, в принципе, могу сказать, что вот по прошлой зиме очень хорошо было вот на подключаемом полном приводе. Прям все сугробы, все лужи преодолеваются. Любые повороты за нос выходят автоматически. То есть вы... Кажется, приятно, что не ездите. Да. Вы за полный привод. И если бы, скажем, то есть был бы не Freytrek, а обычный Altea переднеприводный, вы бы его, наверное, не купили, да? Скорее всего, да. Угу. Спасибо. 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 Понятно, да? Ну, это, так сказать, вот полный привод. Я совершенно сторонник полного привода, конечно, да. И тут, что говорить, полностью поддерживаю людей, которые покупают 4x4. Даже вот в таких необычных форм-факторах, как Sealt Altea Freytrek. Примем звоночек еще давайте у Алексея. Алексей. Добрый день. Здравствуйте. Ну, я тоже. Я не буду оригинален. Я тоже сторонник полного привода. Вот у нас в семье два больших джипа. Ку-7 и МЛ-ка. Ага. Ну, это прямо, да. Особенно Ку-7. Это прямо такой автобус. Ну, вы знаете, на самом деле, конечно, парковаться на них сложновато. Поэтому сейчас мы слышали к тому, что одна машина будет большая, да. Вторая чуть поменьше, но все равно джип. Угу. Я не знаю, почему. Потому что, несмотря ни на что, третья беда России, да, дураки на дорогах. Ее никто не отменял. Поэтому с безопасностью у нас большие проблемы в Москве. И когда в тебя приезжает кто-нибудь большой, шансов остаться более-менее целым, на большой машине всегда больше. Это правда. Это правда. К сожалению, как бы не хотелось обратного, это правда. И особенно, например, боковые удары, которые вот там в Штатах они считаются... Я как раз имел несчастье испытать недавно всю радость. Вот. И я считаю, что большая машина, в общем-то, меня спасла. Прямо так, да? Ну, вот. Прямо вот так вот КамАЗ взял и приехал. То есть, ну, человек немножко не понимает, где стоят знаки главной дороги и второстепенной. И решил, что он не будет на них смотреть. Это все глупости. Вот. Пустоя. Вот. Поэтому я считаю, что на внедорожнике всегда больше возможностей избежать каких-то, ну, не скажем, фатальных, да, но неприятных потенций. Вот. А потом, вот, вы говорили о том, что если в Москве... Да, да, будет порядок, да. Вот. У меня есть такое ощущение, что в ближайшие, там, 5-6-7 лет сильно ничего не изменится. И как была, там, например, где мой каша на улице, так она и будет. Ну, да. Мы не денем. Вот. Поэтому, а потом, потом, ну, потом уже можно будет и поговорить о том, что маленькая машинка удобная или нет. На самом деле, конечно, для центра, для центра это оптимально, маленькая машинка. Конечно, они такая большая, да. Да, это оптимально, но, опять-таки, небольшой джип, это, на мой взгляд, на мой взгляд, очень неплохо. Именно поэтому, как бы, голосую за джипы. Алексей, спасибо, спасибо. Спасибо. Да, ну, все вот, все к одному, и тема еще и безопасности. Новости. Легковушки или кроссоверы, или внедорожники, или пикапы. Говорим об этом, и ценность дорожного просвета стремительно растет у нас, да, по мере роста числа слушателей, которые предпочитают именно большие, полноприводные, высокие машины. И вот последний человек справедливо, на самом деле, отметил преимущество пассивной безопасности. Как бы не хотелось обратного, но мы на дороге не равны. Не равны по, там, снаряженной массе, например, да. И, естественно, когда сталкиваются маленький автомобильчик массой в тонну и большой, высокий внедорожник или кроссовер массой две с лишним тонны, то понятно, конечно, да, в какой машине будет тяжелее и в каком автомобиле шансы не получить травм и выжить выше. Тут, кстати, конечно же, все очевидно. Неравноправие, увы, оно есть. Давайте послушаем Дениса. Денис, здравствуйте. Добрый день. Добрый. Ну, черт, меня зовут Денис, полностью поддерживаю Алексея, да, в плане безопасности. У меня, значит, ситуация следующая, да, я живу в области, хотя и в области, и в Москве, то есть в Новой Москве есть. Но езжу, получается, каждый день в Москву. Вот, после седана пересел на кроссовер Ницан Кашкаев, переднеприодные, двухлитровые. По поезде в год как раз ощутил, ну, так у меня один автомобиль в семье, да, в связи с подрастанием дочки, у меня второй ребенок в семье, пришлось ставить два кресла сзади. Ну, и получилось так, что мы собрались на дачу, поставили два кресла, попытались что-то уложить в маленький багажник Кашкая. Все, уже не годится, да. Это не стильный автомобиль, да, мне понравилось там, в принципе, такой бюст, да, вроде как бы высокая посадка, да, одновременно юркий автомобиль, то есть по городу перемещение. Вот, и выбор опал, ну, опять-таки, посмотрел у своего родственника, да, автомобиль, джип уже, это Chevrolet Trailblazer. Сейчас езжу уже год на Chevrolet Trailblazer, все нравится. Подержанный взяли, да? Да, ну, их уже не выпускают, сейчас с 13-го года. А, кстати, неплохая была машина, по тем временам, за свои деньги, да? Да, такие деньги, таких вариантов просто больше нет. Это правда. И, конечно, я в шоке до сих пор по поводу комфортности американского автомобиля, вот этого, ну, то есть... Ну, слушайте, ну, вот, как бы, все-таки, вот этот пластик, ну, все-таки, насчет комфорта, не знаю. Ну, как-то, да. Нет, ну, да, но, в остальном, в принципе, автомобиль нравится. Хотя с приводом тоже намудрили, да, там, постоянный жесткий привод. Ну, есть, правда, режим авто, а так я, в принципе, использую только задний, либо режим авто, когда там используются, то есть подключение переднего привода. Да, нет, там не жесткий привод, там подключаемый привод на передок автоматически. Так что, нет, он хороший в этом смысле, трейлблейзер, да. А скажите... Ну, получилось так вот, да. Вот вы, когда ездили на переднеприводном Кашкае, вы не чувствовали ущербности, вот зимой, например, вы не чувствовали, что вот, эх, полного бы привода? Да, я, как бы, потом уже пожалел, что не взял полный привод, и, причем, у меня до этого, ну, это, правда, на отечественной машине, на переднем приводе был случай такой, что, в принципе, он хорош, передний привод, да, там, но если ты попал за нос, да, то есть я улетал в кувет, вот именно из переднего привода, не знаю, вот так получилось. Конечно, ну, как говорится, лучше все-таки полный. Нет, 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 я вам хочу сказать, что за нос, особенно для переднего привода, это довольно легкая ситуация, просто вам следовало бы пройти, скажем, школу контраварийного вождения, и вас бы научили. Как раз на переднем приводе из за носа выйти легко, достаточно лишь добавить газ, просто психологически это очень сложно сделать. Вот, а полный привод, тоже полному приводу рознь, он бывает разный, машины с ним себя по-разному ведут, ну, к тому же, сейчас уже есть система стабилизации, которая все это дело нивелирует. Вот, да, ну, в принципе, ну, одна претензия была, вот, то, что поместимость и багажник, а так, в принципе, для города машина хороша, то есть она и обзорность, и высокая посадка, ну, вот, и достаточно легко. Единственное, конечно, привыкнуть, там, не автоматическая коробка. Там автоматическая коробка, конечно, конечно. Нет, там CVT, вылетело с головы. Нет, 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 там просто автомат, это же американский автомобиль, там все нормально. Не-не-не, где, в Хашкай? Нет, в Хашкай, в Хашкай вариатор, да, конечно, это, это, да, это правда, это правда. Денис, спасибо. Спасибо, мнение, да, понятно. Еще один голос, да, и, кстати, еще один такой недооцененный, в общем-то, рынком автомобиль, Chevrolet Trailblazer предыдущего поколения, сейчас выходит новый, это будет другая машина. Вот, а вот тот был такой, да, очень такой, Best Buy, такой неординарная машина. Давайте, у нас еще есть немного времени, послушаем Артема. Артем, здравствуйте. Здравствуйте. Так, а вы, адепт чего, полного привода? На данный момент адепт полного привода, не так давно приобрел пигуан, пробую, единственное, что зимой его еще не испытывал, про полный привод в полной мере сказать мне нечего. Хорошо это действительно или же это... Скоро. Скоро поймете, что это хорошо. Вот, но однозначно для себя решил, что вряд ли следующая машина будет с высокой посадкой. О, ну-ка, ну-ка, интересно, почему? Не очень мне понравилось. То есть, с рулем я езжу, в основном, конечно, по Москве. 98% времени это езжа по Москве. Да. Вроде как нет нужды выезжать куда-то, смесить грязь, нет дачи и так далее. Но зато езда на низкой машине просто приносит больше удовольствия. Мне нравится, она лучше контролируется, приятнее, лучше сидишь. Артем, Артем. Бальзам просто, бальзам на мою автожурналистскую душу. Ну, вот так вот и здесь, вот, Ир, все здорово, действительно, очень универсальный автомобиль, никаких вопросов, никаких проблем, все здорово. Ну, вот ощущаю, что немножечко, ну, не твое. И просто указывает свои потребности. Кому-то машина нужна именно, чтобы грузы возить, кому-то нужно просто сюда ездить, чтобы была возможность доехать с точки А, с точки Б. А кому-то, вот, хочется еще кайф вот этого получать. Ага, ага. Вот, и я так понимаю, что, скорее, следующая машина была бы пониже. Хотя супруга со мной не согласна, ей нравится вот получше. Ну, да, ну, да. Артем. И по поводу переднего привода, я считаю, что абсолютно нормальная ситуация, если есть кроссовер, чуть ли на переднем приводе. Потому что, если человек так же ездит, в основном, по Москве, самая проблема-то не в том, чтобы был клиренс, именно как таковой, высокий, а просвет между бамперами, между передним и задним. Вот тут самая большая загвоздка. И если этот кроссовер позволяет подъехать к бордюру, маневрировать, здорово, все. Ну, да, ну, да. То какая разница, да? Какой привод? Конечно. Мне кажется, что вполне. Тем более, ну, в Москве все-таки по отношению, наверное, к нашей стране... Ну, да, все-таки чистят, да. Спасибо, спасибо, Артем. Да, вот интересно, вот абсолютно соглашусь с тем, что низкий центр тяжести, низкий центр масс, дает, конечно, особое удовольствие от управления автомобилем. Ну, и давайте успеем, наверное, мы принять еще один звонок от Ани. Потому что очень... Алло, нет. Алло, нет, извините. Алло, здрасте. Да. Аня, здрасте. Хотела бы сказать вот в качестве именно девушки. Так. По девушку пару слов. Довольно редкая машина у меня. Додж Калибр. Да, это правда. Это правда редкий, да, да, да. Я выбрала ее за внешность и только за дорожный просвет. Так. Потому что до этого была Тойота Кролла, маленькая машина, которая была удобна для города, но чувствовала себя совсем некомфортно, особенно на трассах. И если не надо было перевозить большое количество вещей. Угу, угу. Вот. Выбрав Додж, поняла, что туда вмещается достаточно много. Он невысокий, поэтому центр части низко располагается. У него очень высокий просвет, большие колеса и очень комфортная подвеска для наших дорог. Угу, угу. Надежная и такая. Ее легко ремонтировать. То есть ее уже... Уже ремонтировали? А сколько прошли-то на ней? Уже ремонтировала. Прошла 100 тысяч. Ну, это уже срок. Но ремонтировала буквально какие-то вещи, типа сайлентблоков. Ну, это нормально. Это нормально. Это нормально. То есть подвеска выдерживает все, что было очень здорово. А для Москвы, действительно, ее размер мне позволяет парковаться, в принципе, без проблем. Угу, угу. Анечка... Он не очень большой. Да, вот нетрадиционный у вас выбор, и видите, все нормально, с надежностью. Американская машина, построенная на японской платформе, на платформе Митсубиши. Да. Вот. От него все подходит, все запчасти от Митсубиши и ставлю. Да, 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 да. Это верно. Ага. Получается, что очень недорого он в обслуживании. А пластик, да, я много слышала негативных отзывов о том, что пластик начнет скрипеть, но у меня машина три года, ничего не скрипит. А у меня тоже есть собаки, которые ездят в машине. Ага. И очень легко его чистить. Ага, да. Это вот как раз то, что джип и додж приводят в качестве плюс своих машин. Утилитарность такая, да? Совершенно верно. Здорово. Анечка, спасибо. Вот смотрите, как здорово стоит заговорить про дорожный просвет. И сразу, в основном, смотрите, как много звонило сегодня в студию людей, у которых, скажем так, активная жизненная позиция, которые наслаждаются жизнью. У которых семья, собаки, выезд на природу. Конечно же, нам, лузерам на легковушках, стоит этим людям позавидовать. И, безусловно, сегодняшний раунд остался за любителями кроссоверов, внедорожников, вездеходов, за теми, кто предпочитает полный привод, хорошую подвеску, повышенную проходимость и универсальный кузов. То, что называется в Америке словом Sport Utility Vehicles, да? Поговорим о том, откуда возникло это словосочетание в другой раз. Я хотел рассказать в этот раз, потому что есть некая, так сказать, такая интересная теория, откуда все это взялось и пошло. Но не хватает уже сегодня времени. В следующий раз. А пока спасибо всем, кто позвонил. Будем повышать дорожный просвет. Всего хорошего. С вами был Леонид Голованов.